После поражения от «Бенфики», в первом матче квалификации Лиги чемпионов заявление об уходе из клуба написал Дмитрий Попов. Спортивный директор объяснил, что его пути с клубом расходятся из-за отсутствия взаимопонимания относительно формирования команды. При этом Евгений Мележиков, который является генеральным директором «Красно-Белых», сразу дал понять, что в клубе скоро появится новый спортивный директор. Мележиков рассказал, что по кандидатурам на место нового спортидира будет общаться с Леонидом Федуном. И уже на совете директоров финальном определяться с окончательным кандидатом. При этом в интервью «Спорт-24» Мележиков дал понять, что новым спортивным директором вполне может стать Франко Камоци, который раньше является советником Леонида Федуна. Матч ТВ, в свою очередь сообщает, что новым спортидом, Спартака, вполне может стать Жозе Боту. Жозе Боту? Жозе Боту португалец и наибольших успехов он добился в «Бенфике». Там всего за несколько лет он проделал путь от обычного скаута до главы скаутской службы «Орлов». Боту работал в «Бенфике» с 2007 по 2018 год и за это время перевез в Португалию Эдерсона, Яна Облака, Анхеле Ди Марию, Акселя Витселя, Давида Луиса и многих других. Всего за 11 лет при Жозе португальский клуб заработал на трансферах 800 миллионов евро, потратив на новых игроков лишь 390 миллионов. В 2018 году Боту решил, что пора двигаться дальше и стал главой селекционной службы «Шахтера». В украинском клубе Жозе уже успел совершить выгодный трансфер купив тете за 15 миллионов евро, сейчас бразилец оценивается в 70 миллионов. Приглашение Боту на должность спортивного директора поможет «Спартаку» обрасти связями на бразильском рынке, а значит в клубе уже скоро могут появиться новые «Алекс» или «Велетон». Франко Камоце альтернативным вариантом на место нового «Спардира» является Франко Камоце Це. При этом сам итальянец уже дал понять, что готов стать новым спортивным директором. Про Камоце известно не так много, он бывший бизнесмен и получил лицензию агента в 2010 году. Франко появился в «Спартаке» два года назад и первое время подружески консультировал Леонида Федуна. А через некоторое время стал штатным сотрудником клуба и начал отвечать за трансферы. Именно Камоце помог привезти в клуб Виктора Мозиса, Джордана Ларсона и Астона Урунова, а также продать Александра Кокорина в итальянскую Ферентину. В начале 2021 года Франко покинул красно-белых, но дал понять, что расстался с клубом в хороших отношениях и в будущем при необходимости вполне может вернуться в клуб.